Так главные зрители, анапские мальчишки, реагировали почти на каждый острый момент или технично выполненный элемент на поле тренировочной базы в Витязево, сборная Дании. Там играет Эриксен из Тоттенхэма, Польсен из Лейпцика, Шмейхель из Лестера и много звездных игроков. Алексу 12 лет, он занимается в школе Олимпийского резерва. Как и десятки других мальчишек, не скрывает восторга. Очень техничный игрок. И на поле он отдает пасы очень точные и вырезает всю защиту соперника. Кристиан Эриксен, атакующий полузащитник, с 2013 года четырежды становился футболистом года в Дании. Он буквально на расхват у корреспондентов, которые специально приехали, чтобы своими глазами увидеть, как устроилась их национальная сборная. Хороший город, хорошая погода. Много людей идут купаться. Нас это очень радует. Наслаждаемся погодой, которая очень похожа на ту, что у нас в Дании. И для нас это очень хорошо. Очень хорошее впечатление тренировочной базы. Нам она очень нравится. На тренировочной базе есть вся необходимая инфраструктура, включая трибуны, административный корпус с конференц-залом. Живут футболисты в одном из отелей, построенных недавно. По городским меркам практически рядом. Но доставка все равно автобуса. Так датчан встречали в отеле сразу после прилета. Анапа всегда славилась многолетним гостеприимством. Наши жители создали для вас комфортные условия проживания, чтобы вы чувствовали себя как дома, уютно и хорошо. Очень здорово, отличная погода и отличный пляж. Нас прекрасно встретили в отеле накануне. Там очень дружелюбные люди. Чтобы мы не попросили, они всегда готовы нам помочь. Мы очень довольны. Довольные юные зрители, которые первыми и первые за историю города-курорта увидели в деле именитых футболистов. В группе сборной Дании предстоит сыграть с французами, австралийцами и перуанцами. Первый матч со сборной Перу состоится 16 июня в Саранске. Александр Ребека, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.